Доброго вечера, мы из Украины, меня зовут Рауль, выдают проект Украина в огни. Я знаю, что в эти дни многие украинцы были заняты пересылкой друг другу сообщений о массированной высадке российского космодесанта в Карпатах, Киеве и на пограничном переходе Лужанка в Венгрию. Потому не все заметили, что вместо того, чтобы достраивать пятиконечную звезду смерти, Владимир Путин занимался перестановкой кроватей в борделе. 12 июля старик Кабаев решительно увеличил количество своих вице-премьеров до 11, но уже 15 июля ценитель шпагата Валины сократил количество вице-премьеров снова до 10. В результате перестановки из премьерского борделя был депортирован технократ Юрий Борисов, а главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина просто выбросили на помойку. За что уволили генерала батутных войск и почему вместо смены отяжелевших шлендр их перетасовали по властным бодуарам? За последние недели складывается впечатление, что бункерный гном каким-то невероятным образом научился пользоваться компьютером и получил доступ к интернету. Мы не говорим про гугл. Без подготовки преемник Петра Первого эту встречу не пережил бы. Мы говорим про выход в суверенный интернет. Но даже этого было достаточно, чтобы понять. В бункере отцу нации многое не договаривают. Что обещал генерал батутных войск темному властелину Уральских гор? И самого простого – запустить атомный звездолет, полететь на Луну, вывести на орбиты тысячи спутников и во всем обогнать Илона Маска. Все как в знаменитой русской поговорке. На словах ты лев толстой, а на деле нуль простой. Что в результате? Благодаря красноречию Дмитрия Роскосмос лишился практически всех международных заказов, а российские ученые перестали привлекаться к совместным космическим проектам на Западе. По сути, все эти годы Рогозин пилил видосики, в которых поднатырел еще в начале двухтысячных, когда был лидером националистической партии Родина. Да, представляете, не только в Украине есть националисты. Да что там националисты? В России есть и расисты, и ксенофобы. Понаехали тут. Подними и дыри с собой. Да, уважаемые зрители, на видео Дмитрий Рогозин, который с 2005 года вообще никак не эволюционировал, потому что идеологически он цельный, как бильярдный шар. Поэтому я, например, не удивился свежему шедевру за 2022 год. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, поле, каждый колосок. Речка, небо голубое, это все мое, родное, это Родина моя. Всех люблю на свете я. Да, вы все правильно поняли. Глава Роскосмоса весьма прозрачно угрожал всему миру баллистической ядерной ракетой «Сармат». Чем мощно укрепил репутацию Роскосмоса, как банду шовинистов и неадекватов. И вот круг замкнулся. Дмитрия высадили на Луну практически в прямом смысле. Его не назначили вице-премьером или хотя бы смотрящим по бункеру на Урале. Диме дали пинка под зад. Хотя даже Медведев за свой лай из-под стола был привечен государем. И ему поручили организовать праздничные мероприятия в честь победы в Сталинградской битве. Он уже полным ходом возлагает цветы и, похоже, снова на грызться водяры. Потому что успел заявить, если мы ударим по Крыму, то нас всех ждет судный день. Здесь я бы напомнил атомному медведю, что Рогозин уже нам угрожал Сарматом. Теперь ему одна дорога на виртуальную панель в Тиндере или OnlyFans. Возможно, то же самое ждет и Дмитрия. Нет, ну, Кремль, конечно, пообещал, что Рогозин со временем будет трудоустроен. Но мы же понимаем, что в переводе с кремлевского это означает «скажи спасибо, что не посадили». Но сам Дмитрий не унывает и предложил себя в качестве космического коммуникатора или мемодела. Не хочу выглядеть злопамятным, но напомню Дмитрию его мем 2014 года. Я цитирую. Эх, ребята, поменял бы сейчас, не задумываясь все свои должности, на счастье быть сейчас в одном окопе с защитниками Славянска. Кстати, они все время говорят Славянск. В одном окопе с защитниками Славянска я строго не рекомендую. А вот попробовать себя в качестве пушечного мяса среди наступающих вы вполне можете. Уверен, рядом с вами будут боевые побратимы из Чечни и Дагестана. Покажите им ролик про уборку мусора в Москве. Примите экзамен по русскому языку. Вообще, постарайтесь объяснить местной группе Animals основы русского национал-патриотизма и роль малых народов в освобождении жизненных территорий для империи. Думаю, на ТикТоке этот ролик станет настоящим кадыровским киношедевром в жанре расчлененка. К сожалению, у меня слишком много работы и я физически не могу добраться до короля твиттера Илона Маска. Но считаю, что кто-то из украинцев должен обязательно надоумить Илона взять на работу Дмитрия Рогозина. Но знаете, во многих голливудских фильмах, если в кадре должен появиться русский, то это обязательно бывший агент KGB Борис Бритва с топором или космонавт в ушанке и бутылкой водки. Я когда смотрю на Дмитрия Рогозина, даже если он задрапирован в огромный пиджак времен фильма «Брат», я все равно понимаю, что под ним ватник и майка-алкоголичка. Дмитрию не нужно делать никаких мемов. Он и есть мем. Все, что от него требуется, ездить с Маском на переговоры и после предложения Илона рассказывать про альтернативу. Работа с Роскосмосом и Великой России. Кому не хватит, снова заряжай ролик про уборку мусора. Просто вместо кавказцев сними ролик с черными. В то же время, как Путин приземлял Дмитрия Рогозина, Госдума чесала госрепу и пыталась смазать медом морду неизвестному солдату, который уже очень скоро станет ветераном боевых действий. Главная проблема состояла в том, как закамуфлировать нападение на суверенное государство. Так что встречайте новый шедевр. Я цитирую. Речь идет о военнослужащих, выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе и приграничных территориях субъектов РФ. Всем ватникам на заметку, не война и даже не спецоперация по деноцификации и демилитаризации. С теми тезисами покончено, не сложилось. Забыли и погнали дальше. Теперь война и полномасштабное вторжение в Украину, по которой выпущено 3000 крылатых и баллистических ракет, и где погибло уже 40 тысяч российских солдат, это вооруженные провокации на границе РФ и выполнение задач солдат РФ по отражению вооруженного вторжения. Если вы не поняли, то подходите к зеркалу и с ноги, желательно по лицу отражаете атаку отражения. Потом идете в травмопункт, накладываете швы. Там же вам вручают орден за отражение отражению и медаль участника войны отражений. Старик Оруэлл тихо плачет в углу, признавая свою никчемность как писателя и футуролога. Такое может осилить лишь поэт-песенник Макс Леонидов. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я. Но наградить непричастных и наказать невиновных это важная традиция российской армии. О героических подвигах ветеранов часто рассказывают в газете «Комсомольская правда». Там есть моя любимая колонка, и я лично после войны разыщу автора и буду просить военное и политическое руководство Украины его наградить. Автора, кстати, зовут Александр Бойко, похожий этнический украинец. И, естественно, наш агент влияния в сердце пропагандистской машины России. Троляка, мы с тобой, лапа тигра тебе. Итак, герои спецоперации Z, комиксы Marvel вслед за Оруэлом нервно плачут в голливудском чулане рядом с чучелом человека-факела. Начнем с подвига младшего сержанта Чингиса Цидыпова, который на этой войне представляет исчезающий вид вооруженных сил России десантников. Наши производители Фотожап цинично оболгали Чингиса и распространили фейк о том, что он из автомата уничтожил грузовик с шестью комплексами Хаймарс. Я бы с удовольствием поддержал эту историю с учетом эпичности происходящего. Шесть Хаймарсов на Белазе против десантника РФ с колошматом это упоротость уровня Рэмбо-2 со Сталлоне и Командос со Шварценеггером. Но на странице Комсомольской правды все гораздо скромнее и прозаичнее. Чингис в составе группы брал под контроль мост через водоем. Это важно. Не через реку, через водоем. Для дальнейшей переброски войск Чингиса в тыл врага. На подступах к переправе младший сержант Цидыпов обнаружил вражеский грузовик с двумя установленными комплексами ПЗРК «Игла». Скрытно подобравшись к автомобилю точным огнем из подствольного гранатомета Чингис уничтожил вражескую боевую единицу после чего в составе группы организовал засаду на приближающихся националистов и огнем из своего штатного оружия уничтожил четырех боевиков. Благодаря смелости и решительности младшего сержанта задача группы по взятию под контроль моста была выполнена. При этом противник, потеряв в бою два танка и более десяти человек живой силы отступил. Если бы я работал в отделе ФСБ по делам ветеранов я бы самым внимательным образом изучил данный подвиг и начал бы с уточнения что такое водоем це було озеро с того, чрезвычайно баюрка. Я, разумеется, не российский десантник но подозреваю, что если мост через озеро ведет в тыл противника то охрана моста находится возможно с двух сторон а сам мост с нетерпением ждет когда российские войска начнут переправу на другую сторону а если озеро не размером с Байкал то оно простреливается и просматривается как минимум с трех сторон это же линия фронта Второй важный вопрос зачем Чингис подбирался к грузовику даже кривой подствольный гранатомет ГП-25 способен с приличной точностью поражать такие цели как военные грузовики с расстояния в 200 метров единственное объяснение Чингис сначала хотел украсть магнитолу из салона Третий вопрос какого размера была группа Чингиса если они успешно защитили захваченный мост от противника который потерял два танка и десять человек и при этом ему еще было на чем и с кем отступать тему одиноко стоящего грузовика я даже не поднимаю но еще интересней кейс сержанта Шамиля Гафурова который с первых дней специальной военной операции по защите Дамбили и Бомбаса выполнял задачи по восстановлению вооружения военной и специальной техники получившей повреждения в ходе боевых действий находясь под регулярным огнем националистов рискуя собственной жизнью Шамиль производил ремонт а также замену узлов и агрегатов на танках и боевых машинах утративших боеспособность в результате вражеского огня благодаря грамотным и профессиональным действиям сержанта Гафурова в строй вернулись более ста единиц техники здесь я верю каждому слову Шамиля и журналиста гусляра Александра Бойко проблема в другом по данным генерал-лейтенанта Коношенкова а это главный гусляр и рассказчик блин в российской армии криворукие боевики и озверевшие националисты не в состоянии поломать столько безаналоговой и высокоточной техники а сама она ломаться тоже не может потому что надежнее Тойоты и долговечнее Хонды об этом знает каждый солдат России так что перед награждением я бы на месте ФСБ разобрался с Шамилем и провел беседу с Бойким Бойко который явно пытается дискредитировать бронетехнику войск России разумеется для этнического баланса к прищуренным и хитроглазым россиянам был добавлен подвиг Ивана Иванова но там героизм совсем простенький Иванов умеет использовать рельеф хорошо сливается со сладками ландшафта и на глаз отличает националиста от боевика ничего особенного но даже таких простых и незамысловатых историй которые гусляры комсомолки выдувают из пениса генерала-лейтенанта Коношенкова достаточно чтобы отключить и критическое мышление и базовые материнские инстинкты но я начну с критического мышления по заявлению россиян в районе Красноармейска высокоточным оружием уничтожены пусковая установка и заряжающая машина РСЗО Хаймарс они даже опубликовали видео где видно как что-то похожее на Хаймарс уезжает с фермы а потом идут кадры бомбардировки из космоса где видно вообще ничего при этом как сообщают украинские военные у Хаймарса нет заряжающей машины и мы пока не потеряли ни одно американское РСЗО а теперь мы поговорим про материнские инстинкты москвичка сдала сына полиции за то что тот бегал от армии чуваку оставалось косить три месяца и ему бы исполнилось 27 лет потом ему бы угрожала всего лишь принудительная мобилизация в своем доносе мать уточнила что ее ребенок уклоняется от воинской службы в важное для страны время то есть она полностью отдает себе отчет в том что если сын попадет в армию РФ то не исключено что через пару месяцев его отправят на концерт Виа Хаймарсики или рок-группы Три Топора и назад он может вернуться в небольшой шкатулке размером 30 на 30 сантиметров как это уже происходит по всей России воистину русские женщины коня на скаку упокоят горящую избу дожгут после этого отправить сына на смерть дело вполне житейское но если его покалечит то здесь тоже есть решение меня интересует только вопрос что главное чтобы у тебя такого не было я это понял а представь такую ситуацию что твоему маленькому ребенку отрывают ногу как тебе такая ситуация ну я ребенка добил своего ребенка я добил его не понял ты что его в смысле добил да ну да жена так же говорит я добью его как в смысле добьешь его ну убью просто-напросто чтобы он просто без ноги чтобы он не был дальше не существовал зачем ему такая жизнь это я вообще комментировать не готов но даже матерей патриоток и отцов-людоедов недостаточно для того чтобы возместить потери на войне с Россией и пропагандистам приходится работать 24 на 7 символика российской армии отправится колесить по улицам города соответствующие цвета раскрасят один из троллейбусов кто выступил с такой инициативой и как именно будет выглядеть транспортное средство расскажем в следующем сюжете макет будет представлять из себя полное боевое транспортное средство полное омундирование с патриотическими лозунгами в поддержку военной спецоперации это боевое транспортное средство подключат к электричеству и отправят колесить по улицам города Один из калужских троллейбусов в скором времени получит новый облик. С такой идеей в управление калужского троллейбуса обратилось предприятие «Нефтехиммонтаж». Макет уже разработан и одобрен. Кузов машины будет выполнен в защитных цветах. На него также добавят патриотические лозунги с латинскими буквами «В» и «З» и другую символику в поддержку армии России. Шутка юмора заключается в том, что дело происходит в городе Калуга, где буквально за неделю до этой инициативы сгорел 12-летний троллейбус. И если бы у городских властей были мозги, то этот троллейбус надо было бы починить, но не красить и не вставлять окна. Это было бы лучшей рекламой той войны, что затеял Путин при их полной поддержке. Но я не прав, лучшая реклама уже есть. Вот вас приглашают в ЧВК «Вагнер». Это частная военная компания. И у солдата посередине в руках, похоже, портативная стиральная машина. Это гениально. Ну, понятно, что не портативная стиральная машина, но если вы думаете, что музыкальные центры в Украине российские солдаты не крадут, крадут еще как. Я уж было хотел заканчивать наш сегодняшний выпуск, но вспомнил, что не рассказал вам про восхождение шаурмы на небосводы Российской империи. В связи с уходом МАКа в РФ исчез индекс Биг МАКа. По нему определяют паритет покупательной способности разных стран. Но Россия не та страна, которую можно вот так вот вычеркнуть из бутербродного курса. Поэтому теперь там царит индекс шаурмы. По результатам исследований, Москва заняла первое место среди городов-миллионников. На месячную зарплату жители могут купить 406 порций. На втором месте Красноярск. На третьем – брезгливая, но всеядная культурная столица Петербург. А вот самая вкусная шаурма – в Самаре. Заметьте, не индекс щей, блинов или пирожков с капустой, а шаурмы – богомерзкой еды, которая имеет очень слабое отношение к православным ценностям. Короче, стыдоба и грехопадение. А теперь еще и Рогозина не звергли. На этом все. Выдавился проект «Украина в огне». Памятайте про то, что Российскую Федерацию будет сруйнована. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Продолжение следует...